Мы свои предложения делали, мы открыты к тому, чтобы обсуждать и другие варианты. Во всяком случае, как мне представляется, лучше иметь глобальную противоракетную оборону, в которой участвует и Российская Федерация, чем иметь какие-то непонятные фрагменты, которые никому не приносят удовлетворения, а только создают проблемы. На то, чтобы обеспечить стабильность в Европе, направлена и одна из идей, которая была сформулирована мною сразу после избрания на должность президента. Это идея создания договора о европейской безопасности, так называемого пан-европейского договора. Я хотел бы сразу сказать, что рассматриваем его не как альтернативу существующим сегодня системам безопасности в Европе. Нет, это просто способ собрать воедино наши усилия. При понимании того, что в Европе остаются такие глобальные образования, как Евросоюз, как Североатлантический блок, как ОБСЕ, в Европе есть Содружество независимых государств, есть Организация коллективной безопасности, ОДКБ. Все это те организации, которые работают в Европе. Но, на мой взгляд, настал час, настало время для того, чтобы собрать наши коллективные усилия, особенно перед лицом очень серьезных угроз, с которыми мы сталкиваемся. И экономических, и политических, и военных. Мы рассчитываем на то, что в работе над этим проектом примут участие все европейские государства, Соединенные Штаты Америки, Канада. Во всяком случае, эта тема мне представляется очень интересной. И я бы на этом сейчас поставил многоточие. Я рассчитываю на то, что смогу ответить на ваши вопросы. Спасибо вам. Господин Президент, спасибо за то, что вы хорошо прояснили нам все вопросы. Полагаю, что здесь, в аудитории, и, конечно же, все, кто слушает нас, весьма удивлены, как продвигаются взаимоотношения между Россией и США. Я всю жизнь посвятила российско-американским отношениям. Мы все время пытались начать что-то новое. Когда у нас новый президент в России, новый президент в США, мне кажется, что открываются новые возможности. Но я также полагаю, что будет исключительно важно начать с понимания, в чем состоят интересы друг друга. Вы недавно выступили со значительным количеством выступлений. Я была бы заинтересована в получении определения, если вы не возражаете. Одна из областей, которая особенно интересует всех. Когда вы говорите о привилегированных интересах, что вы имеете в виду? Каковы последствия этих привилегированных интересов? И что они значат с точки зрения наших двусторонних взаимоотношений? Я сказал о привилегированных интересах России в период, когда летом мной были сформулированы пять принципов, текущих принципов российской внешней политики. Один из них – это принцип развития отношений с государствами, которые традиционно связаны с Российской Федерацией. Или можно говорить о том, что там имеются привилегированные интересы Российской Федерации. Это не значит, что это какая-то эксклюзивная зона наших интересов. Это не так. Это те государства, которые очень важны для нас, с которыми мы бок о бок живем уже десятилетия, столетия, с которыми мы связаны корневой системой. Я, естественно, имею в виду те государства, которые когда-то входили в Союз Советских Республик, до этого входили в другие государственные образования. Государства, где говорят на русском языке, где близкий экономический уклад и очень близкий культурный слой. Но это, конечно, не только государства, которые граничат с Российской Федерацией. Это и другие государства, которые относятся к нашим традиционным партнерам. Вот что я имею в виду, когда говорю о наших привилегированных или преимущественных интересах к этим государствам. Позвольте мне задать вопрос в продолжение, когда Вы говорите не только те, которые соседствуют непосредственно с Вами, но и другие партнеры. О каких государствах здесь идет речь? Ну, это государства, которые на протяжении десятилетий, столетий тоже находятся с нами в постоянных контактах, которые очень важны для нас и экономически, и политически. Это значительная часть государств Европы. Это может быть Соединенные Штаты Америки. Вот о чем я и говорю. Вот на что я намекала. А это вписывается в Вашу концепцию. Я читала о том, что происходилось в Ницце, европейской архитектуре безопасности. Вы говорите, что речь не идет о том, чтобы заменить НАТО, подменить НАТО. Но как Вам представляется дальнейшее развитие этой архитектуры? Я думаю, что это должна быть рациональная, функциональная архитектура. Что я имею в виду? Россия сегодня не входит в какие-то военно-политические союзы. У нас, правда, есть союз в рамках ОДКБ, но мы не рассматриваем его все-таки как военный союз. Это все-таки политический блок. Но мы заинтересованы в том, чтобы наш голос слышали в Европе. И с учетом того, что мы принимаем участие не во всех европейских институтах, мы не участвуем в Североатлантическом блоке, мы не входим в Евросоюз, нам бы хотелось, чтобы была какая-то площадка, на которой мы можем обсуждать самые разные проблемы. На мой взгляд, скажем, ОБСЕ для этого, к сожалению, не вполне годится. За последнее время она не действовала эффективно. И у нас возникли, во всяком случае, в Российской Федерации определенные вопросы. Но самое главное даже дело не в этом. Хотелось бы, чтобы была организация, которая объединяет не только все государства Европы, но и основные организации, которые составляют Европу, которые тоже принимают участие в обсуждении вопросов. То же самое и НАТО, тот же самый Евросоюз, СНГ, ОДКБ. И если такой форум мы получим, то он, мне кажется, может быть весьма позитивным. Но он ни в коей мере не должен заменить существующие институты. Я реалист и прекрасно понимаю, что все то, что существует, останется. Но, во всяком случае, это создаст возможность России и некоторым другим государствам, которые не участвуют в этих организациях, откровенно высказывать свою позицию, встречаться и обсуждать самые разные вопросы, в том числе и вопросы, связанные с существующими угрозами. Не знаю, но если бы мы имели организацию подобную этой, может быть, нам удалось бы избежать тех трудностей, которые возникли в августе месяце, я имею в виду кризис вокруг вторжения Грузии в Южную Осетию. Могу ли я вас спросить, я не пытаюсь переходить через набридные позиции, но когда я находилась на должности госсекретаря, происходило расширение НАТО, и я встречалась с вашим предшественником, президентом Ельциным. И он меня спрашивал, почему вы расширяете НАТО ближе к российским границам? Мы же новая Россия, но, действительно, вы новая Россия, но у нас новая НАТО. Какие отношения вы усматриваете, возможно, какие отношения вы усматриваете с НАТО, и что можно сделать для того, чтобы реализовать некоторые идеи, которые у нас уже были в плане налаживания более тесных отношений между Россией и НАТО, и в плане тех возможностей, которые, как мы считали, могли бы возникнуть в связи с этим? Конечно, нас не радует то, что НАТО расширяет свой ареал, находится на границе с Российской Федерацией, именно потому, что мы не являемся участниками этого военно-политического альянса. Это, как минимум, не добавляет уверенности ни самой России, ни руководителям России, ни гражданам России. Но это не значит, что не может быть полноценных, открытых и партнерских отношений между Российской Федерацией и НАТО. И я считаю, что тот Совет России и НАТО, который был создан, он, в принципе, обладал для этого потенциалом.